Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для садоводов и огородников. Сегодня я пришла сеять петрушку и хочу показать вам, как я это делаю. Обычно я сею петрушку листовую отдельно и корневую отдельно. Вот сегодня я посадила листовую петрушку бриз. Написано, что зелень нежная, ароматная. И еще мне попался в магазине сорт петрушка универсал. Написано, что это листовой сорт со съедобными корнеплодами. И подходит для выгонки и получения раннего урожая на второй год после посева. Вот еще испытаю ее посажу. Выгонка это когда мы принудительно заставляем дома, потом ее еще давать нам зелень. Это тоже испытаю. Сейчас покажу, как я делаю все это. Посев петрушки очень простой. Этим она и привлекает многих огородников. Почти на каждом участке есть петрушка. Потому что петрушка это такая пряность, которая добавляется и в консервацию, во все зимние заготовки, в салаты. Она очень благоприятно действует на наш организм. Нормализует пищеварение, повышает аппетит. И придает нашим блюдам такую особую пикантность, такой вкус неповторимой петрушки. Многие ее некоторые не любят, но этих людей очень-очень мало. Большинство людей ее любят. Поэтому нам петрушка нужна и весной, и зимой, и осенью. Зимой мы ее употребляем в сушеном виде, в мороженом, в заготовках. Весной раннюю зелень. И летом, конечно, салаты, супы, всякие мясные блюда. Все это нужно приготовить с петрушкой. Вот смотрите, чтобы у нас был хороший урожай петрушки круглый год, нужно начинать ее сеять рано-рано весной. Сейчас объясню почему. Во-первых, сейчас влажный грунт. Вот я сею всегда рано весной. Сейчас влажный грунт, и не нужен дополнительный полив. Мы сейчас посеем петрушку. Вот семена похожи на морковь. Я делаю неглубокие бороздки, раскладываю семянки с землей, заделываю немножко. Земля, верхний слой уже теплый. Все, сейчас сверху полью. Я могла бы даже не поливать, у меня влажная земля, но я полью. И этот период, пока до наступления тепла, семена набухают, потому что они долго всходят. Это не 2-3 дня, это не огурец, он сразу не выклюнется. Семена набухают, и когда они начнут показываться на поверхности, у нас уже будет на улице тепло, и она сразу вам будет, ну, начнет давать зелень. Если вы будете ждать тепла, наступления тепла, и только потом посеете, вот этот процесс набухания, проклевывания, он удлинит вот этот весь процесс, и зелень появится не очень скоро. Но на 2 недели позже это точно. Поэтому в начале апреля, вот сегодня 1 апреля, с самого начала апреля смело выходите и сейте петрушку. Это морозостойкая культура, минус 5 градусов она выдерживает. Если семена в земле, им ничего не случится. Так же, как капуста она. Она в холодных условиях прекрасно будет у вас расти, даже если появится зелень. Вот она у меня на одной грядке вместе с батуном. Вот я выходила, когда обрабатывала батун, показывала. Вдоль дорожки. Это очень удобно. Сейчас батун вырастет, петрушка вырастет. Все, два шага шагнул, собрал зелень. Пошел, даже если сейчас нет еще свежих овощей, в любые другие салаты, в приправы, даже когда еще не будет овощей. Если петрушка у вас уже будет, будете добавлять в супы везде. Так вот, к чему подытожим. Петрушку можно сеять весь апрель. У кого удастся сеять рано, у кого не удастся сеять все последующие дни. До конца апреля можно сеять петрушку. Но по моему опыту могу сказать, чем раньше посеете, тем раньше получите урожай. В засуху, в жару, когда вы ее посеете, земля просыхает очень быстро верхний слой. Семена в верхнем слое будут очень долго всходить. Все, вот этот короткий видеоролик. Показывает, как я сею семена петрушки. Я вам объяснила, почему их сеять нужно рано, в самые ранние сроки. Потом, если честно, я не до нее. Я несколько лет было дело отложено потом, а потом занимаюсь огурцами, помидорами. Про петрушку забудешь, и потом она поздно вырастает. Все, удачных вам посевов. Сейте петрушку. Можно сеять петрушку, салат, укроп в открытый грунт. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.